За время своего существования хирургия совершила немало чудес и помогла обрести новую жизнь множеству людей. Но некоторые операции были настолько невероятны, что вошли в вехи медицинской истории. После несчастного случая на рыбалке у пострадавшей по имени Джейми Хилтон, хирурги удалили тыловую часть черепа, приживив ее к животу, что позволило кости остаться стерильной и снабжаемой питательными веществами до тех пор, пока не прошло воспаление тканей мозга. Фрагмент ее черепа покоился под кожей живота 42 дня. Позже, во время успешной операции, кость вернули обратно в голову. На седьмом месяце беременности американки Керри Маккартни, ее врачи сделали диагностику плода и обнаружили, что у ребенка есть опухоль, которая растет и может быть опасной для его жизни. Спасти жизнь могла только операция и врачи решились на отчаянный шаг. Они сделали матери анестезию и из ее тела вынули матку, которую открыли и извлекли из нее ребенка на 80%. Внутри оставили только плечи и голову. Опухоль удалили так быстро, как смогли, а плод вернули в матку. Операция прошла успешно и спустя 10 недель ребенок родился снова абсолютно здоровым. В 1921 году хирург Эван Клейн сам себе удалил аппендикс, где использовалась только местная анестезия. Конечно, это был не экстренный случай, а эксперимент и рядом дежурили несколько врачей. Тогда операция прошла успешно и спустя 11 лет врач решил повторить свою практику и удалил себе паховую грыжу. А во время операции он умудрялся даже шутить. В результате несчастного случая на работе у Сяо Вэя была раздроблена рука. Его доставили в одну из лучших больниц и после обследования медики сообщили, что смогут вернуть руку на место, но не сразу, а в несколько этапов. Чтобы рука оставалась чувствительной, врачи вначале пришили ее к лодыжке. Когда его состояние стабилизировалось и не было существенных противопоказаний, врачи успешно вернули руку на место. 13-летнему Смиту диагностировали рак кости в 2008 году. Он перенес операцию по ампутации коленного сустава и бедра. Смит предпочел вариант, называемый ротационная пластика. Это означает, что его усеченная нога приживляется, будучи развернутой на 180 градусов, позволяя лодыжке занять место ампутированного колена. Существовало несколько вариантов лечения, и это был единственный, позволяющий хоть как-то сохранить ногу. Во время операции была удалена средняя часть ноги, а голень и ступню приживили, развернув на 180 градусов и сшив кровеносные сосуды. Меньше чем через три года после хирургического вмешательства Смит уже мог играть в бейсбол и баскетбол.